Хлорент Паулянко, убранский публицист 19-го года, все свои сбережения отдал на заснование библиотек. На ГТС-родке открывались установы и в Беларуси. Усяго таких было 11. Одна из них, размешанная в Брызгской области, носит имя мецената и зараз, которую память заховывает и одна из наибуйнейших библиотечных читаний в России. Все лета частка программы форума прошла миноведа на Беларусской земле в Гомеле. В первый день гости познайомились с работой головной библиотеки в области. Тут прошел круглый стол об сучастных методах работы. Экскурсия по вашим книжным памятникам и редкому и ценному фонду просто впечатляет, что вам удалось сохранить эти раритеты, и они доступны для населения вашего города. Гомельская областная библиотека сегодня супрацунетшая со шмат якими российскими установами. Обмен отбывается не только в опытах. Так, в минулом ходе, дякучи подарунку Курской областной библиотеки, фонды Гомельской пополнились больше на 600 книг. У ВАЗе коллег наши специалисты представили некольки поспеховых проектов. Сярод их формы работы с читачами у социальных сетках, а так само такие проекты, як библия ночи, не с библиотека. Мы видим результативность по итогам работы за полугодие. Мы видим приток посетителей в нашем учреждении. Это больше 10 тысяч посетителей относительно прошлого года. И мы видим, насколько популярна стала библиотека среди молодежи. На другой день визита запланована поездка в Аурыцкую сельскую библиотеку, супрацовники якой вырошили продемонстровать свои методы работы у сферы выставочной деяности. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, Телерайдо, компания Гомель.